Привет, меня зовут Голованова Алина, я Android-разработчик в Одноклассниках. В прошлом году мы провели работу по улучшению доступности нашего приложения. В результате Одноклассники получили сертификат компании Everland и стали первой доступной социальной сетью в России. Сегодня мы поговорим о доступности в контексте социальных сетей. Начнем с небольшой технической части, где я расскажу о том, какие инструменты используются для повышения доступности, как сделать приложение готовым к использованию для пользователей со скринридером. А дальше мы рассмотрим отдельные разделы, такие как сообщения, лента и видео. Я расскажу, с какими проблемами мы столкнулись при работе над этими разделами и как мы решили эти проблемы. Первое, что нужно знать, начиная работу со скринридером, с доступностью, это тег Content Description. Здесь можно заметить, как кнопка озвучивается, если ей не задана Content Description, то есть без ярлыка кнопка. И как меняет эту ситуацию добавление одного небольшого тега в XML-разметку какой-либо кнопки или изображения. После этого кнопка начинает озвучиваться корректно, и это уже решает на самом деле 90% проблем пользователей, которые пользуются приложением в режиме скринридера, так как без этого для того, чтобы понять, какое действие произойдет после нажатия на кнопку пользователю, надо сначала нажать и посмотреть, что именно он сделал. Что и без того замедленное использование приложения замедляет еще сильнее. Кроме того, пользователь может сделать какие-то нежелательные действия. В теге Content Description некоторые разработчики указывают значение NAL, чтобы избавиться от warning Android Studio. Если вы не работали на доступность вашего приложения, скорее всего, в вашем приложении есть такой код. Очень прошу вас никогда такое не писать. В теге Content Description должно быть указано понятное текстовое описание. Также задать его можно в Java коде, если значение описания кнопки может меняться в зависимости от состояния приложения. Если какую-то кнопку озвучивать не надо, можно использовать тег Important for Accessibility со значением No. Если мы будем озвучивать каждую view как отдельный элемент, такие как аватарка, название чата, статус в избранном, текст сообщения, дата и время, статус прочитанности. И когда пользователь начнет навигироваться по чатам с помощью свайпов, ему понадобится сделать очень много свайпов просто для того, чтобы перейти к следующему чату. А если же он выберет какой-то элемент в середине списка, то будет совершенно непонятно, к какому чату относится этот элемент, если будет озвучено время или то, что сообщение не прочитано. Решить обе эти проблемы может помочь упрощение дерева элементов для скринридера. Добавим тег Focusable in Touch Mode со значением True к контейнеру, в котором находятся все остальные элементы. А самим внутренним элементом добавим этот же тег с значением False. Это позволит скрыть эти элементы от скринридера. Для того, чтобы все озвучивалось корректно, при байдинге ViewHolder нужно дополнительно указать контейнеру текст, который будет состоять из объединения текста сообщения, названия чата, даты и времени, статуса прочитанности и другой важной информации. Отдельно хочу заметить, что использование скринридера замедляет для пользователя пользование приложением, поэтому не надо дополнительно усложнять этот процесс, и всегда надо оставаться максимально краткими. Не стоит озвучивать текст, как входящее сообщение от Алины Головановой, текст сообщения «Привет» и что-то подобное. Лучше оставлять только самую важную информацию, чтобы можно было быстрее все посмотреть. И здесь мы видим, как выглядит навигация по списку чатов после сделанных изменений. Пользователь выбирает чат целиком и при свайпе переходит к следующему. Следующий раздел, который также, безусловно, очень важен для пользователя, это лента и посты. Здесь мы можем видеть кнопки «Поделиться» и «Класс». При нажатии на «Класс» кнопка меняет цвет, но кроме этого ничего не меняется. То есть для скринридера текст остается тем же, и пользователь не слышит никакого фидбэка в ответ на совершенное действие. При этом эта запись, которую он поставил в «Класс», отображается у него на странице, также в ленте его друзей, но пользователь может даже не узнать о том, что он совершил это действие, так как приложение не дает какой-то фидбэк. Если мы хотим озвучивать эти действия, это можно сделать двумя способами. Один из них — это «Announce for Accessibility» — метод, который озвучивает ту строку, которую мы ему передаем. Ее можно добавить в обработчик кликов. Это поможет давать пользователю фидбэк. В данном случае, когда кнопка может иметь два состояния, то есть класс может быть поставлен и не поставлен, можно также использовать State Description. При смене состояния скринридер будет переозвучивать кнопку еще раз с правильным новым состоянием. Следующий тип проблемы, с которой мы столкнулись, тоже достаточно неочевидный для нас, как для разработчиков, которые обычно в своей жизни скринридер не используют, а используют его только для тестирования, это лента новостей. В этом режиме у постов показывается на главной странице только первые несколько строк текста. И после нажатия на «Показать еще» пользователь открывает полный текст поста. Во время работы с нашим незрячим тестировщиком, Артемом, мы получили фидбэк, то что пользователю со скринридером приходится слушать первые несколько строк текста второй раз после того, как они переходят в полный текст поста. И только после этого услышать оставшуюся часть текста. Решили эту проблему, мы следующим образом. При выборе первого текстового блока на главном экране в ленте озвучивается сразу весь первый текстовый блок. После того, как пользователь переходит в полный текст, он может пропустить первый текстовый блок и просто перейти к следующему. Изменения выглядят теперь следующим образом. То есть для работы со скринридером ничего не поменялось, кроме текста, который озвучивается. Также проблемы возникли при работе с экраном видео. Вспомним стандартное поведение видеоплеера. Если в режиме воспроизведения видео нажать на видеоплеер, кнопки появляются на пару секунд и исчезают, если пользователь не совершит никакого действия. Мы добавили также описание всем кнопкам, но этого оказалось недостаточно, так как работа с кнопками с включенным скринридером выглядела следующим образом. Пользователь нажимает на экран, кнопки появляются, он начинает листать между кнопками, но даже просто пролистать до конца невозможно за это время успеть, не то что послушать описание кнопок. решили проблему эту мы следующим образом. Мы использовали класс accessibility manager, который позволяет получить текущее состояние включен для скринридера и добавить проверку в метод скрывающий кнопки. В итоге, если у пользователя включен скринридер, кнопки не скрываются никогда, чтобы пользователь мог управлять процессом воспроизведения. Теперь это выглядит так. Кнопки видимы и пользователь может между ними переключаться. Подведем итоги. В первую очередь, первое, что нужно знать, это контент description, который может решить почти все ваши проблемы и после добавления контент description всем элементам на самом деле большинство функций уже смогут использоваться. То есть ничего технически сложного в этом нет, но уже упростит жизнь многим сотням людей. Но после этого приложение не всегда будет удобно. Сделает его удобнее упрощение дерева элементов для скринридера, объединение в логические блоки этих элементов. Также в некотором случаях может понадобиться внести изменения в поведение приложения, если скринридер включен. Такой вопрос. Я немножечко готовился и нашел, что на самом деле в Каспрессе есть такая штука check accessibility. Кто-нибудь пробовал, может быть, из вас у себя? Как я понимаю, что это штука, которая проверяет как раз таки в рамках UI-теста все штуки, которые она нажимает, она проверяет лезь, и там контент, description. То есть это даже не такой линкер, а скорее тестировщик. Наверное, вопрос ко всем. Вы все рассказывали про UI-тесты, может быть, сталкивались с этим. Мы это не делали, но надо учитывать один момент, что это тоже не решение проблемы. Например, мы можем не перепределять озвучку, потому что она уже и так нормальная. Условно, мы видим заголовок, зачем нам что-то добавлять. И тогда вот это свойство, она может нам выдаст ошибку, что здесь нет озвучки. На самом деле она есть, она нам подходит. Поэтому правильнее было бы все-таки проверять озвучку как отдельные свойства. То есть тесты именно как есть тесты на нахождение элемента, так же тесты на нахождение озвучки. То есть отдельные тесты для отсессабильности следы заводить? Или скажем я не буду? Да, однозначно. Понял, спасибо. Спасибо. Раз уж мы все говорим про контент description, как вот вы на своих проектах, где вы храните вот этот контент description? То есть вы же получаете по сути на вход фигму. То есть какой-то дизайн, это экран, тексты, и вы сидите и придумываете текст для этих полей, или как это происходит? В нашем проекте мы храним их просто в ресурсах. Также имеются переведенные версии для других языков, ровно как и другие ресурсы приложения. Это список строк, и конкретно нам согласованный с дизайнерами список не передается. То есть мы в некоторых случаях приходилось придумывать самим. Ну вот мне кажется это немножко неправильно. Мне кажется дизайн должен участвовать в этом процессе. может быть даже не только дизайн. Саша, а у вас как? Ну вот по сути у нас есть фигма, куда дизайнер заносит отдельные текстовки для контент description и они также хранятся в стрингах. Тоже переводятся на другие языки. Для тестирования Android приложений и для тестирования в целом используется Android Studio. Насколько она может быть полезна для тестирования невизуальной доступности? Может ли вообще быть полезна? Android ну вообще как бы наверное я не знаю как у ребят мы используем pipeline то есть Android Studio как таковая мы ее не используем для прогона тестов ну например на облаке на нашем проекте. Чаще всего это какие-то инструментарии это типа там detect линтеры различные невизуальные но некоторые используют инстанс Android Studio и даже есть такой способ чтобы прогонять. ребят может вы ответить тогда для тестирования в основном может использоваться приложение сканер доступности оно также загружается из Store хоть и является стандартным позволяет проверить экраны в том числе на наличие меток текстовых насколько кнопки соответствуют рекомендациям по размеру и другие аспекты невизуальной и визуальной доступности такие как контрастность цвета это линтер да то есть это статический анализатор отдельное приложение на телефоне загружается и оно написано так же гуглом поэтому у него есть все необходимые разрешения чтобы ваше приложение просматривать оно делает скриншоты и подписывает какие проблемы найдены на каждом конкретном проверенном экране как еще раз называется сканер доступности сканер доступности наверное на вопрос не ответили вполне возможно что android studio содержит такой инструментарий но мы его пока не используем да я правильно понял вот спасибо спасибо вам я хотел бы добавить что зачастую надо все-таки тестировать на реальных устройствах бывали такие случаи когда озвучка одной клавиатуры отличался от озвучки другой клавиатуры условно там яндекс клавиатура и другая поэтому тестирование даже на эмуляторе или еще где-то оно не заменяет реального тестирования понял хорошо спасибо здесь был я так полагаю не вопрос а скорее совет что можно use использовать unmerge 3 в true чтобы находить детей это наверное Сергей тебе комментарий и Сергею есть что ответить на это раз это используется когда мы объединяем детей но я говорил о случае когда мы используем clear and send семантик оно не объединяет детей а полностью затирает их семантику то есть ее в принципе этой семантики нет поэтому я говорил что надо немножко делать по-другому то есть ваш случай описывает когда мы используем merge descendants а когда мы используем clear и семантик у нас нет семантики детей вообще я дизайнер я немного разобралась что доступность в вебе обеспечивается правильным использованием семантики и в area в разметке и javascript а в мобильной разработке что обеспечивает доступность какие есть спецификации что читать чтобы узнать как сделать android доступным ну здесь у нас новичок какие можно ресурсы наверное можно так посоветовать дизайнерам или там тестировщикам например не android разработчикам для того чтобы влиться в эту тему и хоть как-то уже понимать процесс разработки именно такой ацессибильный инклюзивный для дизайнеров ну еще раз посоветую наверное использовать сканер доступности который позволяет провести диагностику и найти те моменты которые нужно улучшить если почитать ну если вы являетесь сотрудником вк у нас есть курс по доступности в android на стаде скоро выйдет его обновленная версия также у гугла достаточно неплохая документация да согласен того что нужно подскажите пожалуйста как в процесс разработки встроен процесс ли а л л уай какой должен быть контент дискрипшн элементов какие вьюни должны быть озвучены это проговаривается на груминге или дизайнер прописывает макетах от марины полтановой а как действительно происходит процесс принять решение ну вот Алина говорит что вы сами как разработчики да это делаете а вот вас у нас изначально состоялось техзадание с описанием озвучки каждого элемента и условно там закрыл 90% случаев было пару случаев когда озвучки не было я добавил сам но это было настолько простые случаи что там даже не требовалось какое-то привлечение специалиста по невизуальной доступности понятно спасибо какие элементы не должна быть озвучена любое действие которое может совершить пользователь который имеет какую-то кнопку доступную для скандридера нужно озвучивать скрывать кнопки можно только если они являются какими-то незначимыми декоративными иконками или же если переходит в какой-то функционал который не работает со скринридером тут хотелось бы добавить если это не нужно для скринридера то может быть оно не нужно вообще ну я здесь еще добавлю что да мы опять же как я говорил используем фигму где у нас есть дизайнер Вадим привет Вадим классный дизайнер он делает текстовки ну я думаю вместе с нашим продуктом Денисом вот но здесь что хотелось добавить по поводу процесса поддержки вообще инклюзивности к сабилити по поводу его процесса по поводу процесса самой разработки мы сейчас вот пытаемся вклинить поддержку доступности в создании новых треков но иногда бывает на практике ситуации когда если мы делаем эту поддержку то трек может не влезать полностью в квартал то есть вот и получается нам либо нужно как-то отказываться от этой поддержки переносить ее на другой квартал либо как-то успевать в этом в общем бывают такие сложности связанные с таким процессом разработки хотел просто прокомментировать да саш я думаю это более многих разработчиков в целом потому что мы-то с удовольствием все что угодно заходим но менеджер с палкой он не даст просто эти кванты времени он будет требовать вот эта гонка за фичами иногда мало того что она ухудшает ацессабилити или доступность она ухудшает даже в принципе пользовательский опыт в какой-то степени вроде бы как плохо продуманная фича плохо протестированная или плохо реализованная может привести к прогулямам к вопросу как раз про то чтобы не переводить на раздел который не поддерживает скринридер а что в таких случаях делается то есть мы предупреждаем что вот сюда условно пойти нельзя потому что он не озвучен или вообще это не знаю этот кусочек меню становится недоступным это там даже не знаешь что за ним еще меню какое-то есть то есть как тут этот момент регулируется чтобы люди понимали что там что-то пропадает из-за того что оно не поддерживается скринридером спасибо отвечать будет Саша ладно и давайте я скажу мне кажется что ацессабилити оно есть всегда ну то есть скринридеру разработчики скринридера точно такие же разработчики и они вот видят что ну вот к ним на вход пришло такое с таким контент дискрипшеном с такими тайтлами он все равно это как-то озвучивает единственное что если это не канвас на котором просто рисуются там шейпы кружочки тексты как бы да но это уже это террористы наверное просто какие-то делали да чаще всего андроид он уже включает в себя базовую доступность просто нам как разработчикам нужно это сделать ну вот как Алина рассказывала что экран допустим с мессенджерами он может превратиться в ад потому что ваш курсор будет кликать ну чуть ли не по букве да то есть каждую озвучивать каждое слово время это все превращается в мешанину просто это будет намного сложнее человеку возможно он откажется от приложения в пользу какого-то другого более удобного там мессенджера в данном случае чего-то другого иного спасибо спасибо за вопрос